В кубанских школах прошел единый классный час, посвященный рекордному урожаю риса в этом году. В крае валовый сбор составил свыше 1 миллиона тысяч тонн, а это на 81 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Классные часы прошли и в школах Славянского района. В некоторых из них побывала и наша съемочная группа. Один миллион тонн кубанского риса. Под таким названием прошел единый всекубанский классный час в школах Славянского района. Такой урожай риса Краснодарский край впервые собрал за всю историю. Огромный вклад в урожай этого года внес и наш Славянский район. В рамках классного часа ученики узнали историю рисоводства, возделывания риса, данные о биологической ценности белого золота, его виды. Узнали об истории людей, которые осваивали рисоводство на Кубани. Также в рамках классного часа детям показывали видеоролики по возделыванию риса по достижению рисовода в Кубани в 2016 году. Все школы по-разному провели занятия в форме классного часа, круглого стола или видеопрезентации. Был конкурс стихосложения. Фактически за 40 минут дети написали стихи. Второй конкурс – это были плакаты, посвященные миллиону тонн. Третий конкурс – это был конкурс кулинарный, где им необходимо было назвать как можно больше любимых в их семье традиционных блюд из риса. Ну и конкурс-игра, где дети с завязанными глазами должны были определить сорта риса. А вот в лицее номер один ребята сами принимали активное участие в работе классного часа. Заранее подготовили много интересной информации о культуре риса и кубанских рисоводах. Рис извлекает из почвы соли, железа и фосфора, которые нужны для роста костей. Как сообщили в пресс-службе Краевого министерства образования, науки и молодежной политики, классный час направлен на формирование и развитие чувства гражданственности и патриотизма у школьников, содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию трудолюбия, гражданского самосознания, уважения к труду. Я очень горжусь своим краем, потому что в нашем крае собрано около миллиона тонн риса. Это, я считаю, очень хороший результат. Я думаю, что так как наши люди очень трудолюбивые, то в следующем году они могут даже занять первое место и вывести наш район на предистал подсчета по сбору риса.